Выпускники, окончившие школу и вступившие в новую жизнь в обязательном порядке, проходят единое национальное тестирование. В случае провала на ЕНТ им предоставлена возможность пересдачи. Однако, точные сроки пересдачи не были озвучены. Так, родители выпускников со всех уголков страны направили свои запросы непосредственно к депутатам. Народный избранник Сергий Рубаев поднял данный вопрос на пленанном заседании Мажелиса. Подробнее в следующем сюжете. Единое национальное тестирование, проводимое ежегодно в обязательном порядке, представляет для выпускников большое испытание. Учащиеся стараются изо всех сил, чтобы показать свои знания, полученные в стенах школы за 11 лет. Однако, среди тех, кто провалил тестирование, есть выпускники, готовые распрощаться с жизнью. В этой связи в текущем году в систему образования внесены некоторые изменения. Теперь те, кого не устраивают результаты ЕНТ, могут сдать его во второй раз. Однако, точные сроки в повторной сдаче тестирования до сих пор не установлены. Об этом на пленарном заседании Мажелиса сообщил депутат Сергий Рубаев. Как выяснилось, этот срок не определен нормативами. Только устно сказали, что только в конце августа. Санкционные обучения, связанные с ним стрессовые ситуации, способствовали ухудшению показателей знаний выпускников. Например, по результатам тестирования 15 июня, более 40% из почти 1600 выпускников получили низкие баллы. Около 1200 выпускников вообще не были допущены к тестированию. Все эти дети имели хорошие показатели в школе. Поэтому результаты ЕНТ они восприняли как очень болезненно. Родители выражают свое недовольство, обвиняют систему дистанционного обучения. По словам народного избранника, в этом направлении мы должны оказать большую поддержку молодежи. В противном случае число лиц, склонных к суициду из-за низких показателей ЕНТ, будет увеличиваться. Мы также должны учитывать, что многие зарубежные вузы принимают выпускников по своим правилам, без каких-либо тестирований. Из-за того, что проделана дата пересдачи, некоторые бутеренты вынуждены поступать в вузы Китая, Латвии, Чехии, Венгрии, Украины и других стран. Учебные заведения России начали приглашать учащихся еще в начале года. Поэтому тысячи выпускников покидают Казахстан до начала ЕНТ. Уважаемый Ярала Лукпанула просит вас срочно заняться этим вопросом. Действительно, неточные даты пересдачи ЕНТ, министр образования и науки Республики Казахстан Асад Аймагамбетов, опубликовавший пост об ЕНТ в социальном сети, также не рассказал об этом. Мы хотим, чтобы ЕНТ проходил как обычное мероприятие, как сдача IELTS, КАСТ-теста или любых других подобных экзаменов. На мой взгляд, мартовский ЕНТ так и прошло. Теперь ни учителя, ни школа записывают ребят на ЕНТ, и они не собирают кучу документов. Абитуренты сами выбирают подходящий пункт сдачи ЕНТ, удобную дату и время. Более того, мы предоставили ребятам возможность второй попытки, и они сами будут решать, какой из двух сертификатов ЕНТ представить на конкурс по присуждению госгрантов. Все это, безусловно, снизит градус эмоционального напряжения у детей. Так, депутат Манжелица парламента Республики Казахстан Сергей Рубаев подробно изложил свой вопрос и привел конкретные аргументы и пожелал, чтобы данная проблема была решена в срочном порядке.